Киев. 10-11 декабря. 8 сильнейших команд Пойнт Бланка. Лучшая игровая площадка Европы Киев Киберспорт Арена. Финал 10 сезона Суперкубка Интел Челлендж. Один чемпион. Во второй уикенд декабря смотри прямую трансляцию финала 10 сезона Суперкубка Интел Челлендж в номинации Пойнт Бланк. Вас ожидают жаркие матчи лучших команд, общение со звездами Пойнт Бланка и невероятная борьба со призовой фонд турнира. 15 тысяч долларов. Также победитель турнира получает оплаченную поездку на чемпионат мира по Пойнт Бланку на родину игры Южную Корею, город Сеул. Сможет ли кто-нибудь остановить непобедимых чемпионов команду RockSkiss? Ты узнаешь на нашем стрим-канале. Стань свидетелем эпичной битвы. Приходи в арену. Внимание, внимание. Срочная радиограмма. Генеральный штаб сообщает. По данным разведки, под Киев стягиваются крупные бронетанковые соединения. 17-18 декабря ожидается решающее противостояние элитных танковых дивизий. Приказ один. Ни шагу назад. Wargaming.net и Киберарена ТВ представляют главное танковое сражение уходящего года. Впервые на киберспортивной арене 8 сильнейших танковых команд сойдутся в битве за Суперкубок. Прямая трансляция на Киберарена ТВ 17 и 18 декабря. Как-то так получилось, что я понял все. Хотя нет, не все. Всех. Я понял всех. Всех? Я знаю больше о каждом, чем они сами о себе. О себе? Здесь эхо. Я вижу людей. Их суть. Их альтер-эго. Они больше не могут скрыть от меня то, какие они внутри. Какие они на самом деле. Неужели ты вообразил, что видишь истинное я? Вообразил? Вообразил? Причем тут воображение? Я знаю. Их истинное я. И что дальше? Дальше? Дальше я сделаю все. Чтобы об этом узнали все. А ты готов узнать свое альтер-эго? Дальше я сделаю все. Дальше я сделаю все. Дальше я сделаю все. Продолжение следует... 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 Второй, ну и соответственно третий пик команды Газе, видите, минута резерв тайма осталась Это Виндранер и Апарейшн, ну и что дальше? Видите, что довольно редко мы замечаем вот такое зрелище как менеджер команды Которые вместе со всеми игроками в Виндранере или в Тимспике, также в наушниках, находятся за спиной команды Грубо говоря, шестой игрок, он дает информацию, помогает команде Редко кто дюзает такую возможность, но правилами это полностью разрешено и очень часто это помогает Подошел по читерски, бросил и туда и туда и думает, точно повезет, вот точно повезет И нет, такие фокусы не прокатывают Ну что ж так задумались ребята из Франции, 40 секунд у них бонус тайма осталось Надо что-то пикать жесткое, вот опять нас третьим пиком прилетает Растевич Вот это да Не, Раста герой хороший в принципе, но... Вторую игру подряд мы его будем видим В первой игре, ну не совсем пошло Посмотрим как будет во второй Ну еще по два бана у каждой команды До того как мы увидим последних четырех героев Да, команды настолько медленно вообще, по-моему Пикает, настолько медленно проходит вообще вся система бана пика Что ж становится стрёмно, что они там задумали Кристалл Мэйден Спектра Моментальные два бана Ну и ждем последние два Что уже это будет? Это будет что-то жесткое, однозначно Что-то будет настолько жесткое, что даже ПГГ не такой жесткий ПГГ, наверное, сейчас готовится Готовится к матчу, который будет сразу после этого Против Нави Войт улетает в бан И нас, собственно, ждет последний бан команды Тим Шакира После этого просто по два пика и поехали По сути, битва за выход для ГЗ Если они проиграют эту битву, то, скорее всего Это все Винга Винга улетает в бан от Тим Шакира И ждем первого пика Последней стадии пика То есть четвертый пик команды ГЗ Что же это будет? Кто же это будет? Тарам-тарам-там Пам! А бонус тайм Это не так-то уж много осталось у Тим Шакира Всего там 38 секунд И вот сейчас они начнут активно юзать Именно вот это вот время А, нет, извините Это ГЗ Виноманцер от GameZone Виноманцер от GameZone Виноманцер от GameZone Пять секунд Ну, по сути, что имеется на данный момент у команды Тим Шакира Имеется лично сложную, имеется раста в мид Ну и Тайд Хантер, который пойдет Триплу, даблоу Не знаю, что там будет в легкой Скорее всего, будет так Я думаю, вряд ли будут особо мудрить Это Патма Не нутс Патмой У них же нет 100 КПМа Факинг Мэтт будет играть или что Не знаю, посмотрим Последний пик ГЗ Вова, как тебе пик? Просто пик Боже, боже Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак... Слардар Последним пиком заезжает от команды ГЗ Слардар и Баланар в одной команде Ну и чем ответят французы? Я уверен в чем-то серьезное Франце, франце Это Бистмастер Ого! Это кардинально вообще-то меняет То, что будет происходить На линиях Скорее всего Что мы можем увидеть нереально просто Экшеновую линию Встречем Раста и Тайтхантером Бистмастера в миде Или Биста где-то там Ну короче, будет весело Это однозначно А вот насколько будет весело Мы посмотрим прямо сейчас Вы знаете, мне надоело смотреть Скучную доту Поэтому сейчас будем доту делать веселой Даже если будет скучно Мы веселой будем делать И я уже сделал, вырубив себе монитор Такой я жесткий Ну что? За За Скуржей За Дайер Играет команда Газа Невер Иислеер Играет на Параде Клоуз играет на Слардаре Дима Дима Демон играет нас На Найт Сталкере Чернигов На виндранер И матрица На виномансере Я уж чисто так По честному не буду сегодня открывать Свою стандартную любимую ставку Сколько раз умрет матрица Так просто чтобы ее поддержать Сокс Сокс у нас на бисмастере играет Фунзи играет на Патме Дэнни играет на Личе Пеникс играет на Тайдхантри Фоккомет играет на Расте Как будут расположены лайны Мы увидим, узнаем Где-то как-то Как только где-то кто-то с кем-то встретится Это мы узнаем точно Когда и как Не знаю 7 секунд до выхода крипов мы слышим гонг И мы видим черниговский экшен Почти Почти получилось Ну что Понятное дело Что практически через секунду Встретятся уже крипы В центре Раста Раста У команды Французов Будет у нас играть В миде Ну и против Раста Мы видим Что выбегает сейчас Дима Дима на баланаре Суть в том Что немножечко меняется Концепция Как бы Комментария Когда Одна команда Абсолютно не понимает О чем я разговариваю То есть кое-какую инфу Я все же может и буду давать Все равно французы Меня не поймут Но Лучше не давать никакой Но если где-то прострелят Так что С привычкой Что дал Французы все равно не поймут В миде у нас Лола баланар Против Расты Внизу у нас Бестмастер Стоит против Триплы Бестмастер против Триплы Виноменса Рапарейшна И Слардара И на топе Трипла Байфеникс Фунзи И Дэнни Будет стоять Против Чернигов Который На ВР Думаю будет прятаться Очень долго и активно Чтобы не дай бог Его нигде Не поймали И так далее Феникс со своими Любимыми иероглифами В конце Ника С вот этой вот С вот этим Коском селедки Матрица Матрица Делает ФБ 1-0 ГЗ Сокс на Бестмастере Слишком далеко Видимо зашел Попал под слоу Стан Даггер И 1-0 Команда ГЗ Вот это начало Вот это начало Сразу для ГЗ И Ого Неужели у нас будет Веселая суперигра Ну вот Матрица Своих не динает Бьет только чужих Лайка босс Ну ФБ забрал Значит я фармил Вот видите Пока Пока Отправили в таверну Бестмастера Никто ему толком Даже не может Там купить ТП Приходится Бестмастеру Бежать на своих двоих Ну и Вот здесь Под тавером Конечно Опять пытаться Стоять Получать какую-то Экспу В миде В миде у нас Баланар от Расты Ну пока не особо Я бы сказал потерпать Давайте глянем Крипстаты Раста 9-3 Баланар 6-3 Ну Nothing special Более-менее Нормально Ну и что у нас У Чернигова Чернигова пока Нули Чернигова пока Первый левел И Практически Не получает он Экспы Тяжело ему стоять Против триплы Но он Хотя бы Пока Не умирал Never the Slayer И Матрица Нападает Мид Даггер Подвоим Здесь же Лич Never the Slayer Скорее всего Отправляется в таверну Да его убивает Баланар обрывается Здесь на Пакинг Мэда Матрица с другой стороны Тоже пытается помогать Раста зацепила Здесь Диму Дэмона Матрица Может убить Пакинг Мэда Дима Дэмон Отбивается И убегает Все-таки Матрица Гонится за Пакинг Мэдом Матрица Не Да Тащил Never the Slayer ТП Мид Пытается помочь Как-то Но Не получается Счет 2-1 Уже в пользу Команды из Франции Сокс Сокс Зато внизу Немножечко все подпреформил Его тут Отпустили Вот эти Дэмоны Он увидел Что двое Пошли в мид Сразу можно Немножечко получить Экспы Можно немножечко Поборзеть Подойти под Тавер Там не знаю Просаться топорами Когда нет маны Ну вот такое Ну Slardar Я бы не сказал Что-то особо ему мешает Slardar тоже очень битый 750 хп Реген Еще есть Но его очень мало Что Интересное начало игры 2-1 В пользу команды Тим Шакира Но это только начало И четвертая минута Заканчивается Еще две И будет первая ночь Там все зависит От Димы Демон Пятый левел Он будет точно Шестой нет Шестой в принципе И не нужен Хотя в зависимости От того Какой план команд ГЗ на игру Побежит ли на шестом левеле Дима атаковать Убивать Изничтожать Все что перед ним Посмотрим Сокс видите Довольно сейвов Вот их стоит под тавром Чтобы не дай бог На него там Особо сильно не нападали Чтобы если даже И нападут Чтобы была возможность Кого-то забрать Матрица Забегает в спину Доггеров не попадает ТП тает А тут же Гаж залетает в Матрицу Матрица пытается Бежать отсюда Слардар Срезает дорогу Матрица все таки уйдет Да Спасает здесь Матрицона За счет того Что подъехал Слардар Боже Скравер Подъехал Слардар И в итоге Разбежались В разные стороны Матрицон Забрал на себя Двух хребочков Отведет их под линию Себе под тавер Сюда ближе к Слардару Чтобы он фармировал Которого есть уже кольцо Но более-менее Давайте глянем Что у нас здесь Здесь у нас плюс 700 Пока в пользу Команды радио То есть в пользу Команды Химшакира Ну 2-1 Они ведут в счете Но первая ночь Вот-вот-вот она Вот она наступит Буквально Через минуту Там будет тяжелее Фунзи на патме Продолжает фармить Никак не могу Посмотреть Кривстат 22 на 9 Факинггайн на расти 21 на 8 У Фунзи Здесь 22 на 6 У Слардара 13 на 0 Сталкер Который ночной Ну Такое Такое Ничего конечно особенного Тут Не замечается Но неплохо Так Тут атака Немного матрицона была Но в итоге он умирает И погонишь Сейчас за Неверзас Лейером Он наверное не уйдет Никак Да у него нет тапка Здесь Кстати у Лича И у Тайда тоже тапка нет Но Лич дает новую И Гаш Гаш у Тайда будет или нет Нет У Гаша Лич Забирает этот килл 4-1 Опять подстряли ребята Причем подстряли Ну практически на равном месте Непонятно что они там делали 4-1 4-1 уже немало Вот варды конечно Тоже там Не знаю Даже сделали Не сделали свое дело Просто варды Тыкнули Во время захода Пацанов на ХГ Ну пусть все стоят Клоуз у нас Пятый левел Сокс тоже пятый Сокс панка Щиток Тапка нет Тапок для лохов Мы это не покупаем Бессмастер в принципе пригодился Амплифай дэмэдж На бестену Под минус 2 армора Да не особо весело Слардар такие куски отрывает Что лучше не подставляться Видим что Матриец он здесь поставил Один вардец Довольно четко Чтобы видеть Если вдруг кто обходит в спину Вот еще один вард Палит расту Палит здесь расту в лесах Отлично И понимает Газе Что их здесь ждут Что их здесь как минимум Вое И надо Надо бы успокоиться Не особо бы ковать Давайте глянем что на топе У бедной Виндраны Виндраныш И четвертый левел Нормально Есть бацилла Есть бусов спид Более-менее все стоит Не хочет особо умирать Так что Куда пойдет Баланар Вошел на расту Раста в сетку его Пытается с Баланар уйти Но тут ночь Тут не догонишь Тут не догонишь Но можно навязать драку Матрица Наверное Убегает Баланар Ой-ой-ой Ультует Баланар В Баланара Сейчас бисмастер Тут же Гош варды Раст оставит Лич убивает Найт Сталкера И Слардар Пытается уйти Будет ли его срезать Раста Раста без маны Раста без маны Тут же и слоу От Наверное И в итоге Только одного Заберут сейчас французы 5-1 В ихнюю пользу В их пользу В их пользу Мой учитель по русскому языку Если бы он у меня существовал Он меня бы наверное уже наказал Нет такого слова Ихнюю, да? Насколько я знаю О боже Минус Чернигов Я бы поправлял наушники 6-1 счет уже Девятая минута Ну и Такая ситуация Что Раста более-менее Уверенность чувствует Восьмой левел Есть ПТшечка Есть банка Ну а тут Баланара То есть Ну тапок Банка Щиток Треветки На Расту конечно Под тауэром Не особо решится Нападать Дима Ну и правильно Сделает Не надо Зачем дергать За яйца Судьбу-то Все нормально Стой форми Попробуй напасть На кого-то в лесу Кстати Что довольно неплохо Показывали в прошлой игре Команды Что с помощью смоука Нормальный забег Можно Можно устраивать Интересные Димарш Ну и Затищит Здесь пока На нижней линии Давайте глянем Что тут в центре Ну в центре Понятно Что тут вообще Ничего нету Сбегает Баланар Пытается Детка Вот Поймать Что-то там Сделать Но тяжело Конечно Слардар На спринте Пошел Пошел За Тайдом Бесмастер В матрицу Отличный ульт Минус матрица Слардар Слардар Пытается добить Здесь Тайда Тайд Ух как отлично Все сделали здесь Ребята С ним Шакира Минус Еще один Ой Зацепили еще Оперейшен Огаш Прилетает И Бесмастер Здесь Минус Три ГЗ Немножечко Конечно Здесь Оказались Не в том месте Не в то время Которое надо И на десятой Минуте игры Счет становится Девять Один В пользу Ребят из Франции Девять Один И наши гости Пока Пока Играют Очень хорошо Тауэр Будут пытаться Убить им Шакира Будут ли деть Газе Показается Только Глиф Опа Тем временем В миде Раста С фардами Забрала Тауэр И Смотрите Баланар Погнался Так как За Раста Но не до конца Тауэр Внизу Такие не добили Не добили Французы Решили Отойти Ну и правильно Наверное Сделали 9-1 11-ая минута Им незачем Рисковать Им нужно Просто спокойно Играть в свою игру Да Там Виндранер Что-то более-менее Там стреляет Ее не убивает И там Никто не мешает У него там Тапок базила Две ветки Но Все равно Ну а что Виндранер Расчет на Баланара У которого Банк тапок Щит Или может В куре Там собрано Все Да нет Кажись Внизу Экшн Интересный Пакин Мэт Убивает У нас Сопарейшна Ух Еще раз Скустовал Здесь Матрица Вместе С Кноз Расказ Кабан Сопарейшна Бейсмастер. Нет, это был Бейсмастер до этого. Вот раз-то. Банка, Пауэр Тритс, Мэджик Вон, ТПшка. А вот здесь. Щиток, Клоака, Пауэр Тритс, Баночка. Ну, неплохо. Более-менее, скажем так. Ну и Патма, который давно никто не тролл. Тысяча голды по Т2 в Райсбен. А чё её трогать? Стоится и фармит никому не мешает. Чернигов тоже против неё пытается нафармить. Пытается не особо участвовать в общих сабантуях. Которые регулярно тут создают друг другу, ребята. Просто пытается немножечко подприфармить и стать более... Что ли, дамажащим, что ли. Типа того. Сокс, девятый левел. Слардар седьмой, при том, учитывая, что ФБ было сделано как раз на Бейсмастер. Странная идея. Странная идея, странная ситуация. Четырнадцатая минута. И вы смотрите, Матрица. Матрица даёт Дайгер. Ай, получает тут же Нову. Получает тут же Гаш. Пайт Хуантер бай Феникс. Киллинг спри. Ой-ой-ой. Встретили Баланара. Баланар включает ночь. Начинает нарезать Лича. Лич дерёт с ним и застик. Баланар. Баланар тут не сделать не может ни-че-го. Фунзи. Мега килл, дабл килл. Шестнадцать один. Ого. Какой начал от ГЗ. Как мне крутиния весёлая. Т1 Тауэр забирает. Тем временем внизу ребята из Франции. Ай, сразу ультует. Смотрите, в Келоза. Что это его нарезает? Здесь Станна с Лордаром. И пытаются убежать отсюда. Ну и уходит Слордар. Да, то есть просто так его в соло не убить. Может тут второй на хелп со Станна. Ну или со Слова. Орол. Старфол. Отлично. Фунзи. Загулял. Загулял у нас Лордар. Поймали его и убили. Ну как, как Айси Кап 1 КТБ. На ровном месте просто. Пятнадцать минут ровно сыграно. Счёт семнадцать. Один. Ну а здесь уже траблые вышки очень серьёзные. Ну кстати, в миде тоже более-менее. Так. Продолжаем наблюдать. Раста врывается, врывается. С блинка. Ой, какой ульт Айда. Минус. Оперейшн минус Виндранер. Хорошо вошла Раста. Тут же Хексис в одной сетке, а у второго Тайд. Тоже врывается. Ультс по двоим. Минус два. Минус Т2 Тауэр. Ну французы пока играют, ну вот действительно безошибочно. Есть такое мнение, что просто безошибочно. Матрица. Левел пять. Ой-ой-ой. Вот это неприятная штука прилетела. Причём очень неприятная. Просто с лесу, между крипами. Стоял Матрицон. Залетает лещ пятисекундный, а там уже хоть стой, хоть падай, когда у тебя 780 хп или что-то типа того. Да, 21. Напоминает это у нас первый матч финала ЕСВЦ этого года. Напоминает один из финальных матчей против LGD старого состава ДТС. Такие же разгромы. Хотя в принципе может быть команда ненамного хуже, если не лучше. Иногда. Иногда. ГЗ собирается. Ладно, продолжаем наблюдать. 16 минут 42 секунды до конца. ГЗ зажимается. Зажимается очень сильно. Вы видите только что, а заполись они здесь под вторым Тауэром. И было слышно чуть ли не на поларены крик Феникса. Не идём, ребята. Рано, рано. И ждут крипов. Всё-таки будут забрать крипов. Сейф-мод прежде всего. С криповами забрать Тауэр или самому, в принципе, не важно. Ну вот и минус пятая приставка. Минус пятый Тауэр. Пятая приставка. Минус пятый Тауэр. Что творит Сокс вообще? Что творит Сокс? Ну что дальше? Мид, Рошан, Фенита или как? Или будет кого-то ловить? Сокс. Уже побежал. Побежал. Опа! Поймали, поймали Диму Дэмона. Ох, как его раскастовали. Дима не способен сделать абсолютно ничего. Ну вот зачем? Почему вот сюда не поставить? Шестой Тауэр упал. 21-1. А кто нафидил-то? Я забыл уже. А, Бесмастер нафидил. Я вспомнил. Один разочек умер. Ой, 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 ой. Вот это да. Как залетает ульт от Дэни. Просто на 5+. Опять 2 кила делает Тим Шакира. И просто аж как-то не по себе становится. От именно той беспомощности, которую на данный момент проявляют ребята из GameZone. Они не могут сделать ничего. Абсолютно. Куда бы они ни пошли, их будут ждать. Если не по двое, то по трое, по четверо. Вот видите, что как был тапок банка щит, так тапок банка щит на 19-й минуте у Баланара и остается. Ну вот сейчас начнется, да, стояние вот-вот-вот здесь, вот здесь. Желание там, не знаю, что-то заработать, там, покупая белье, покупая там что-то. Да, беда у Газе так, ловят, ловят здесь опять Диму. Дима пытается убежать. Сокс, Ару, Ару мимо. Хотя, может, в кого-то влетит. Нет. Дима побитый. Убегает отсюда. Дима демон. Ну и французы тоже не особо там горят желанием забегать прямо сейчас на хайграунд. И там начинаете сбивать. Потому что, ну, всегда это риск. Даже при счете 23-1 терять какие-то важные, критические, я бы даже сказал, моменты, это не совсем прикольно. Может быть, беда. Черниган нашивает. Видишь, что французы бьют Рошана. Что он будет делать? И все же Рошана решает убить. Ну, ульт. Попорешно здесь, в принципе. Абсолютно ни к чему. Фокинг Мэтт, вы смотрите, берет у нас Аегис. Что интересно. Ну, хотя кто, кот, что ли? Хотя коту, по-моему, было бы лучше. Что же они здесь будут предпринимать? В первую очередь, это интересует ГЗ. Ну, я интересуюсь ГЗ, потому что, ну, французам, ну, если честно, тут вообще ничего делать не надо. То есть, просто пошел в атаку, выиграл, да и все. А вот ГЗ, вот парням из Чернигов надо очень плотно приподзадуматься над своим поведением, так сказать. Мы видим, что на 22-й минуте у нас тапок без ПТ, банка пустая, вангвард без кольца. Такой себе уличный. Теряло что-то мышку, что-то ускакало куда-то. Never the Slayer, давайте пройдемся, наверное, по рейтингам разным и так далее. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, то есть вы видите эту цифру, да, практически 20 тысяч галды преимущества. Ой-ой-ой, Раста прыгает сюда просто толпу ульт-аппарата, не понимается, куда. Тойт, отличный ульт по троим, Баланара попытается очень быстро сбрить, нет Раста его поймала в сетку. Здесь же Слардар сбивает сетку, ульт, ульт лича, хорошо, как попрыгал, но не до конца. Виномайся ультанул, Сокс даблкил топорами, Матрица пытается уйти, Ару мимо, Сокс бежит за Матрицей, Сокс триплкил делает. Ну а дальше уже догонять, кроме виндранер некого, Сокс топоры, нет, все же Дэнни забирает этот килл, Сокс не делает ультракил, но Дэнни на личе, Викет Сика, одиннадцатый левел, из ребят из Франции ведут со счетом двадцать семь один. Вот такого я реально не ожидал. Ожидал, что выиграют француз, но чтобы двадцать семь один, этого много. Ульт аппаратов, попытки не дать запушить, но мы все понимаем, что это минус-мид, а может еще и минус несколько героев. Тайк, гушь сюда, Блонар, Блонар едва живой. Под вардами драться пошел, варды убивают. Ой, 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 сколько там надамаживаются. Ох, что тут происходит? Минус, ну как они их ловят? На матрицу напали старпол, матрица, минус. Апарэйшн там выживает, Слардар тоже. Блонар пытается еще бегать, что-то делать там вайдами, но практически это все без шансов. И матрица пишет ГГ и левает из игры. Ну, мы знаем, что по правилам должны два, как минимум, герои выйти из игры, но я думаю, это все абсолютно понятно. Двадцать девять один. Вау, Тим Шакира, аплодисменты. Отличнейшая победа французов, просто на пять баллов. Ну, мы обязаны досмотреть, как падает трон. Нам нужна, конечно, конечная статистика. Чтобы потом узнали, кто больше всех убил. А в этой игре я вам скажу. 8-0, Фунзи на Патме. Феникс 4-0 на Тайде. 5-1, Сокс на Бестмастере. Фидер 8-0, Дэнни на Личе. И Раста, Байф, 4-0. Мы просто наблюдаем за тем, как доносят абсолютно верхние бараки. Потом только пойдут тут выносить последние вышки и сам Ancient Fortress. Ну что, и Тим Шакира выигрывает второй матч подряд. Так же, как и Есахара гарантирует себе место во втором групповом этапе. И нас ждут два матча за первое место в группе. Кстати, параллельно также будут играться матчи за третьи места в этих группах. И уже начнет играть группа Д, в которой, напомню, Moscow 5, Jamais Wu и так далее. Итак, браво, французы. Отличная игра без шансов. 29-1. Просто фантастика. Вот такого, такой вы почаще видите.